Председатель Совета Леонид Кочетов, открывая внеочередное заседание депутатского корпуса, напомнил коллегам, что принятием генплана определяется главная концепция развития напока города-курорта. Проведена колоссальная работа. Генплана разрабатывался лучшими архитекторами Краснодарского края. Каждую неделю на этапе разработки документов носились коррективы. Перед началом публичных слушаний материалы по генплану были дважды представлены депутатам Совета и активу города для детального ознакомления. Использовались наглядные материалы, чтобы все было максимально доступно и понятно каждому анапчанину. По результатам публичных слушаний, оргкомитет представил итоговый документ общественности. Ранее ни один генплан Анапы не принимался с такой максимальной открытостью и доступностью. В ходе обсуждения на сессии выступающие говорили о пользе утверждения генерального плана Анапы. И в итоге он был утвержден депутатами единогласно. Оно историческое это решение. Да, сегодня масса вопросов, и часть из них мы реализуем при разработке правил землепользования и застойки. Еще раз хочу вас поздравить и хочу, чтобы вы осознали, какое решение вы сегодня приняли для нашего любимого города-курорта. Утвержденный генплан, по которому Анапе предстоит жить и развиваться, позволит создать комфортные условия для проживания каждому анапчанину, решить проблемы с занятостью населения, сохранить уникальную экологию города, да четкое направление развития курорта. Алина Гумерова, Станислав Фалько, Анапа, Регион.